Более 40 миллиардов тенге остались неосвоенными в прошлом году, а доходы в госказну превысили 5 триллионов тенге. Таковы результаты 2013 года. Сегодня на совместном заседании Палат Парламента рассматривали отчет правительства об исполнении бюджета. Депутаты долго обсуждали доходы и расходы, но в итоге одобрили его. Шелпанна Иманбаева с подробностями. Тема бюджета в парламенте ежегодно самая обсуждаемая. Впрочем, как и в этом, чтобы свести дебет с кредитом для депутатов Нижней и Верхней Палаты, и трех часов оказалось мало. Главный вопрос – увеличились и доходы. А они, по словам главного финансиста Бахыда Султанова, только растут. В прошлом году в республиканский бюджет поступило более 5 триллионов тенге. По всем категориям поступлений план выполнен. Бюджет исполнен с дефицитом 12% расходов. В структуре расходов в основной доле занимает социальная сфера свыше 2 триллионов тенге. Фактические поступления в бюджет выросли на 7,8% в сравнении с 2012 годом. Доходы в бюджет поступили в сумме 5 триллионов или 105% к плану. Доходная часть перевыполнена, но положительная динамика депутатов не удивила. Больше вопросов было по расходам. Около 43 миллиардов тенге остались неосвоенными. Из 39 администраторов бюджетных программ, 27 не обеспечили стопроцентное исполнение бюджета. Нет ответственности у некоторых руководителей исполнительного органа, а также некачественное планирование, некачественное составление смертных документаций. Вот такие причины имеются. Надо, чтобы у каждого администратора бюджетной программы была ответственность. Потому что деньги выделены, надо освоить, надо давать на развитие региона. По данным счетного комитета, за отчетный период только местными исполнительными органами в республиканский бюджет возвращены 26 миллиардов неиспользованных целевых трансфертов. 191 миллиард использование эффективно. За неосвоенные во время деньги депутаты предложили наказывать чиновников. Необходимо именно теперь провести экспертизу и анализ тех программ, которые были финансированы со стороны республиканского бюджета. Необходимость и причину неосвоения. И действительно необходимо, надо привести к ответственности этих лиц, которые этого допустили, чтобы в следующий раз так таковой не было. Вопрос не только в том, чтобы наказать виновного. То есть это, наверное, необходимая, но самая простая часть работы. Самое главное в том, чтобы те выделенные ресурсы, которые выделены, на которые рассчитывает как экономика, так и наши граждане, они были правильно спланированы и доходили до конечного адресата. Выслушав все мнения и предложения, отчет правительства все же одобрили. А премьер-министр пообещал уже этой осенью внести в парламент план борьбы с теневой экономикой и коррупцией. По его словам, есть целый набор инициатив, в том числе законодательных, которые позволят изменить ситуацию.